305 придомовых территорий остаются подтопленными. Регион продолжает подсчитывать ущерб от второй волны паводка. От воды освободились Шалакуша и Лепша в Няндамском районе, три низководных моста в Холмогорском районе. Двери девяти пунктов временного размещения до сих пор открыты, но необходимости в них нет. Хотя вода остается в десяти населенных пунктах, отсутствует проезд по маршруту Онега-Плесецк. Вместе с тем в Устьянском, Красноборском и Верхнитуемском районах сильнейшее переувлажнение почвы. Полевые работы под угрозой возможна гибель посевов озимых культур. Аналогичную картину можно наблюдать и в других районах на полях, расположенных в низинах.